Мы находимся на Давбет Амутбет Немножко повторим, немножко это самое, седьмая строчка примерно Первая вещь, которую мы забрали, это мнение Раби Ше Значит, давайте повторим нашу Мишну и что там было На Мишне написано, что сука, которая выше 20 локтей, по мнению мудрецов, она не кошерная, по мнению Раби Дана Кошевна Почему по мнению мудрецов она не кошерная? У нас было три мнения Первое мнение было Раби Зейра, второе мнение Раба, третье мнение Рова Раби Зейра сказал, почему, потому что нету... Раба сказал, почему? Потому что не видно крышу А написано, что сука, ты же ваша, и мимо всех дней сидит сука ... ... .. .. Чтобы знали ваше поколение, что сука и вас посадил, когда вывозил вас из Египта Отсюда понял Раба такую вещь, что нужно сидеть таким образом, чтобы ты знал, что сидишь суке, а именно видеть крышу Когда крыша настолько высокая, что она вышла до всей локтей, Человек, который сидит в суке, не видит крышу Поэтому вышла сука, вышла за стеомот Это самое, то есть такое-то самое Такую границу сделали мудрецы и сри-мама Раби Зейра сказал, потому что нужно, чтобы она была для тени Если она вышла за стеомот, то она не бросает тень Потому что тень уже сбоку, судя по смыслу По-простому, не знаю, есть другие объяснения И третья сказал, ровы, почему? Потому что она, это жилище должно быть временное А вышла за стеомот, и уже никто временное жилище не строит Откуда мы знаем время? Время написано на 7 дней, выходите на 7 дней Это что-то, что-то на 7 дней Так мы сказали теперь Пришел Раби Ашип от имени Раби И сказал такую вещь, что если сука так сделана Что ее стенки доходят до самого Схаха То это кошерно, даже если она выше за стеомот И даже выше, чем 20 локтей И даже по мнению мудрецов Почему? Снять такая вещь, что когда передо мной стоит стенка То автоматически я смотрю на всю стенку сразу Вижу всю стенку сразу, поэтому я вижу так же и крышу Которая на нее стоит Так по-простому, раз объясняет Значит, когда стенка стоит передо мной Так я как бы вижу ее целиком Я смотрю, когда стенка у меня стоит Допустим, только 10 вахим, 10 этих самых 10 ладоней, не знаю, 10 локтей Так это вещь, которую я И потом есть большая дырка до крыши Так я на крышу не вижу Я вижу только это самое То, что мы говорили до мной А когда стенка доходит до крыши, то это кошерно И мы сказали, кто он сказал Он считает, как Раба Что, почему нужна, почему стихла, если она вышла в стилах, ты не кошерной Потому что, таким образом, человек, который сидит в суке, не видит, что он сидит в суке, не видит, не знает, что он в суке в суке, не видит, не замечает И поэтому, если она сделана таким образом, что эти самые То, что она кошерная, так же и по мнению мудрецов Так мы это объяснили Так мы дошли вчера Сейчас начинаем новую вещь Значит, Рабаша сказал, ты мне Раб что-то одно Рабуна, ты мне Раб сказал, что другое Объяснить Раба, что это спорит Не споришь, что же сказал Раб Махлокис бешенба эля арба амойс Аля арба амойс Абальежба ютерми арба амойс Аля арба амойс Значит, пришел Рабуна от имени Раба И сказал, что еще вещь Что когда в норице говорят, что сука, которая Выше 20 локтей, она посольная, не кошерная Только когда она Размером ее площадь меньше, чем 4 на 4 локтя А когда она больше 4 на 4 локтя Даже если она выше 20, она кошерная Спрашивает Мара Как кто он сказал, почему он так считает Как кто из мнений он считал В чем причина, не кошерность суки, которая высокая Кеманка и Раби Зейра Он считал, как Раби Зейра Что он считал, что 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 Схаху нужно построить таким образом, что он был для тени И поэтому если Схах выше 20 локтей, он не дает тень Он дает тень сбоку, не дает тень под ней И отсюда понятно, что если Схаха, он очень большой Не очень большой, если в случае какой-то размер То он тень под нее тоже дает То есть когда маленький Схах И он на высоте 20 амот То он не дает тень под него А когда он большой сах, то он дает под него тень Любой сах не дает тень 100% под него Потому что он под наклонку Немножко сбоку, но главное, чтобы под ним было чуть тени Это достаточно И так видно, мудрецы рассчитали Что? Почитали, проверили Что в Сукот видно, а такое-то время Что если у меня есть 4х4 на высоту 20 То уже тени нету А? Совершенно верно Теперь дальше здесь нужно спрашивать вопрос То есть, значит, это объяснило это самое Поэтому, если сах большой, то нет проблем Зачитаем тоисус То есть, интересно здесь, математический тоисус Левисов Масик, значит, давай читать Если есть у нее 4х4 Локтя, так она даже будет еще до 20 Левисов Масик Дарабуны Совор Мирушова Рабуа Шурхано Подали саму от плеги И утерми дали саму от кшейру То есть, когда она Начиная с минимального размера Который мы видим, что это 7х7 Тфахим ладони И до 4х4 локтей С этого размера С этого до этого размера Если она выше до 20-ти амод Она На эту тему Мудрецы говорят, что это не кошерная Рабуа говорит, что кошерная А если она больше чем 4х4 локтей То даже она выше до 20-ти амод Кошерная Так получается Так оно написано в море Спрашивает То есть Вытейм Это ему непонятно Выкин Акшир Берохов Машу Ютер Медалят амод Има Итаб Агавом Истрим Арбе Филуту Что будет Если на чуть-чуть Больше 4х4 Допустим 4х0.1 На 4х0.1 Или даже 4х0.1 На 4х0.1 На высотой 50 амод Мы говорим Здесь нормально Есть тень А когда на 4х4 Высотой 20 амод 0.001 Так нету Тени То есть Странная такая По правилам пропорции По правилам пропорции Это не проходит Значит А в аден конце То есть Очевидно Что если она Допустим 4х0.1 Если мы говорим Так 4х20 Нету тени То есть Это самый синус Когда там Сколько 4х20 Это сколько 1.5 Когда синус 1.5 А? Значит Когда синус 1.5 Так Это уже Как сказать Нету тени Когда соответственно Понятно Что за хоро Зависит от угла Угла Зависит от пропорции Не синус Это как Не синус А тангенс А? Тангенс Надо вспоминать Все Не обязательно Значит Важно Как будто Не было Когда угол Такой Что тангенс 1.5 По-моему Вы правильно Сейчас Сказал Если неправильно Меня простят По-моему Правильно Так Это Тогда Это Само А? Это Это На Урале Наоборот Это Неправильно Я не знаю Что там Рвануло Я не знаю Почему Значит Ли потому что Сказал Правильно Ли потому что Сказал Неправильно Одно из двух Как будто Как будто Когда угол Такой Что Отношение Катит 1.5 Тогда Это нормально Получается Лихора Зависит от угла Если Это будет 4.001 На 3 На 40 Скорее Все Непонятно Почему Это будет Кашин Непонятно А высота 19 Будет Кашерная Некошерная Нет Конечно Нет Если У меня Размер Площадь 2 на 2 А высота 19 Если 4 на 4 И высота 20 То есть Чуть больше 20 То это Некошерно А если 1 на 2 И чуть больше 19 19.5 То Кашерно А То есть Лихора Должна быть По пропорции 2 на 2 На 10 Сколько я помню Тангенса И финуса С косинусом 2 на 2 На 10 2 раза Меньше Это 2 раза Меньше Это 4 раза Площадь Не Я же Не площадь Я смотрю На углы На срез Я смотрю На срез Субки Это Самый Сбоку И не важно Здесь площадь Площадь Одинаковая Сто Квадратная Будет Пускай Чтобы не путаться Даже выше Накосерная Если она меньше 4 на 4 Она даже Ниже Будет Некошерная Если мы говорим Здесь про пропорции По логике Что получается У нас Получается Очень странная вещь Если мне уже Дет пропорциональная вещь Что такое пропорциональная Когда 4 на 4 Площадь И высота 20 Тогда мы говорим Что это Некошерная Чуть больше 20 Не важно Что вся Она в этом Сал Тогда это Некошерная Если она Чуть меньше 20 Это Кошерная Зачем Замечательно Что будет Если она 8 на 8 40 8 на 8 До 40 40 Это Чуть больше 40 Это будет Некошерная Чуть меньше 40 Это Будет Кошерная 2 на 2 110 10 Локсей Будет Некошерная Чуть выше 10 Локсей Будет Некошерная Чуть ниже 10 Локсей Будет Кошерная Что В Мишне Написано Когда Сколько Выше 20 А Вот Она Некошерная Когда Некошерная Совершенно Неправильно Написано В Мишне Извиняюсь Потому что Мы сейчас Объясняем Что Неправильная Веча Совершенно Неизвестно Выше 20 Или Ниже 20 Есть Это Как Нужно Написать 20 На 4 На 4 Кошерная То есть Некошерная И Пропорциональная С этом Будет Соответственно Высота Вмешне Такого Не написано Потому Понятно Это Вопрос Что Нужно Здесь Сказать Вопрос Который Очень Сатумный Поэтому Тируцу Единствен Ответ Который Здесь Как Мы Видим Что Минимальный Дом Стандартный Минимальная Вещь Это 4 На 4 Амут Видимо 4 На 4 Локсей Это Минимальная Сука Она Даже Кошерная Некоша Этого Но Так Никто Обычно Не делает Суке Который Это Сайт Мне Нужно Сесть Боком И Так Никто Хотя Это Кошерная Но Стандартная Сука Видно 4 На 4 Поэтому Суку Это Очень Долго Я Согласен Это Одиннадцатый Способ Как Можно Объяснить По Этому Тосту Нашу Мишну Если Мы Скажем Что Идет Пропорционально Если По Мишну То Так Марш Объясняю То Есть Решение По Пропорции Получается Что 20 Амод И Только 4 На 4 Если Там 2 На 2 То Это Будет 10 Амод Если Там 8 На 8 Будет Второй Пропорционально Этот Первый Терус Второй Терус И Нами Второй Терус Терус Который Скажем Так С точки Зрения Математики Его Сложно Отъяснить Что С Ким Лу Рабон Рабоны Знали Такую Фокус Такой Как Называется Как Называется Не знаю Как Что Если Есть 4 На 4 Что Даже Если Она Высотой 1000 Все Резь Какая Снизу Тень А Если Меньше 4 На 4 То Давка Ниже 20 Выше 20 Нет Это Вещь Которую Нашли Многих Местах Что Рабоны Дали Какой Такой Швур Какой Размер Который Как Они Знали Что Это Работа Хотя Нам Кажется Что Это Как По-русски Сделать Себя Изнуряйте Себя Одно Изнурение Которое Сделать Нельзя Е Человек Который Ест Не Ест Он Изнуряет Не Едой Поэтому Когда Человек Нарушил Карет Запрет Йомки Пура Когда Он Съел Это Не Как Обычные Запреты Что Нужно Съесть Кезайс Еда Нужно Съесть Такое Место Когда Не Чувствуешь Я Изнурен Когда Человек Съел Очень Маленькую Крошку Хлеба Все Равно Чувствует Изнурение Крошку Неважно Чего Хлеба Как Буто Не Почему Потому Что Это Вещь Которая На Ломи Съяс Дайс Он Не От Этого Не Чувствует Я Не Зак Облегчение Изнурения Скажем Человек Который Голодный Ничего Не Ест Ему Одну Крошку Это Может Издевать Что Может Еще Хуже Кора Минимальный Размер Какого Человека Чувствует Себя Немножко Получше Это Вещь Которая Не Относится К Запрету На Еду Обычную Поэтому У нас Человек Допустим Чтобы Сейчас Увидит Там Сколько Нужно Съесть Там Написано В море Как Атэвит Агаса Что Атэвит Агаса Как Жирная Инжир Спрашивает Мора Люди Бывают Разных Размеров Есть Такие Маленькие Как Называется 50 Килограмм А есть Агмал Ахбашан Который Там Гору Поднимал Тадали Майшир Бэйну Который Там Десять Амут Прыгнул До Щиколотки Как Называется Что Такое Сам Десять Амут Есть Разные Люди Скажите Немножко Это Гузба Неважно Как Понятно Что Есть Разные Люди Говорят Нет Зависимости От Человека Причем Причем Штитья Нет Штитья Нужно Зависит От Человека От Рта Человека Малалугмав Малалугмав А Про Это Самое Так И Почему Потому Что Хазар Знали Всякие Вещи Которые В Таве Это Самое Здесь То же Самое А Знали Такую Вещь Что Если 4х4 Даже Если Очень Высоко Все Рано Есть Какая Тень Если Она Меньше 4х4 Есть Только Ниже 20 Локтей Это Нормально Выше 20 Локтей Плохо Сказали Эту Вещь Которые Знали Объяснение Физики Я Не знаю Этому Может Есть Отгибание Волны Еще Чего Есть Полутель Есть Всякие Такие Вещи Кто Хочет Зинуваться Пожалуйста Мы То Спрашивает Морак Кеман Азлягад Омарав Ханан Бараба Омарав Значит Есть Еще Одно Высказание От имени Раба Тоже Все Три От имени Раба Судя По Смыслу Этот Спор Тоже Сказал Рав Последнее Тоже Сказал Рав Ханан Бараба Омарав Махлоги Сбольшина Махзек Селек Кидей Рушова Рубова Шурханой Значит Когда У нас Есть Спор Что По Мадрецам Сука Которая Выше Двадцати Локтя Она Не Покошерная А Поверя Бьет Она Кошерная Только Когда Сука Размером Минимальным Которым Сука Кошерная А Именно Которым Махзек И Рушова Раба Шурхана Значит Нужно Понять У нас Есть Несколько Мнений Какой Минимальный Размер Суки В смысле Не Высоты А Площадь Суки Когда Она Уже Кошерная Меньше Это Некошерная Значит Мнение Которые Приводят Здесь Это Называется Рушова Раба Шурхана Человек Который Помещает Сюда Голова Большинство Его Тело И Еще И Стол Что Значит Что Раньше Ели Не Как Сегодня Ели Бас Ива То Что Делал Вернее Захар Мат Делал Не Верно Значит Ели Как Ели Сидя На боку Сидя На левом боку Опершись На что-то Типа Лежали Типа Полулежали Это называется Полулежа Так На таких Кроватях Перед ним Стояли Маленькие Столики Перед Каждым Свой Стол Приносили Стол Перед Человек Так Было Принято Что Перед Каждым Человеком Который Возлежал На Трапезе Приносили Ему Стол С Один Стол На котором Все Люди Сидят А не Лежат Вот Это Совершенно Верно А почему Так Так Это Самое Так Это Исторически Сложилось Как будто Небало Возлежали Теперь Когда Человек Возлежит Ему Надо Больше Площади Чем Когда Он Восидит Потому Что Когда Человек Восидит Он Сколько Занимает А Нет Когда Он Стоит Это Ама Ама Примерно Как раз Сама А Когда Он Сидит Может Чуть Больше Коленки Вперед Высовываются Но Как бы То Небало Это Вещь Когда Он Лежит Ему Надо Еще Больше Лежать Ну Что Человек Не Должен Целиком Находиться В Суке Достаточно Чтобы Большинство Человека Находилось Суке Как Считается Большинство Здесь Очень Сложный Опрос Не То Что Очень Сложный Очень Мало Об Большинство Не Включая Ног Рожь Гуфо То есть Не Включая Ноги Судя По Смыслу Значит Совершенно Непонятная Глава Потому Что Если Человек Возлежит Сказ Что Семь Твахим Это Большинство Это Тяжело Если Мы Скажем Семь Твахим Это Чуть Больше Ама А Высота Человека Скажем Четыре Ама Сказ Что Семь Это Большинство Большинство Без ног Он дверный Без ног Возможно Он дверный Если Ноги Блайн Дела Если Без ног Так Раз Получается Одна из Доказательств Много Навкамин Навкамин Набрацит Навкамин Набрацит Как Буто Небало Если Без ног Тогда Это Более Непонятно Человек Возлежит Если Он Без ног Возлежит Возлежит Ноги Вне Суки То Ничего Страшного Должно Большинство От него Лежать В Суке Еще Нужно Быть Место Для Шурхана Чтобы Немножко Хотя Бо Шурхан Стал В столе В этом Суке И Это Мы Сказали 7 на 7 Тфахим 7 на 7 Ладоней Такая Должна Быть Сука Минимальная Значит Если Она Такого Размера И Высотой 20 Амут Она Некошерная Если Она Больше Этого Размера Даже Если Высотой 20 Амут Она Кошерная Так Сказал Рафхана Даже Барабон Тому Мудрецам Которые Спорят Рафхана Некошерная Спрашен Киман Как Кто Из Этих Трех Которые Мы Сказали Он Считает Мурат Далок Эхат Некак Один Из Некак Один Проходит Потому Что Когда Она Такая Маленькая Даже Все Равно Человек Тем Более Не Видит Схах Она Такая Маленькая Тем Более Нет Цели Есть Даже Сказал Четыре Не Четыре Трех Амут Это Человечный Четыре Четыре И По Рабе Она Естественно Чтобы Сделать Такую Высокую Сху Все равно Нужно Делать Ее Каво Поэтому Не Знаем Судя По Сум Есть Четвертое Мнение Почему Схука Высшед Двадцати Амут Некошерная Это Четвертое Мнение Нам Не Объяснили То есть Есть Три Мнения На Первого На Мудалев Рабе Зейра Рабы И Робы И Здесь Четвертое Мнение Которое Сказали Имени Рабы И Мы Не Знаем Почему Так Оно Устроено Говорит Тоисус Тванд Рок Ахат Никак Один Нужно Объяснить Почему Все Так Это Некошерная Почему Он Читал Что Такая Некошерная А Если Она Больше Чем Этого Размера Она Кошерная В Ешим Фаршем И Шум Дагав Лег Швитер Неголен Кем Двие В Эктина Кулигай А Бхэц С Твэм И Дэр Шов Рав Шелхо На В Швитер Неголем Лег Кру Я Сука Такая Штука Она Очень Смешная Если Высотой 20 Такая Столбик Он Выглядит Очень Как сказать Не Называется Сука Почему Называется Курятник Такая Вещь Называется Курятник Называется Сука Потому Что Он Такой Формы Смешной Называется Курятник Когда Она Чуть Потолще Столбик Немножко Больше Нормально Такой Столбик Слишком, вот сам называется курятник. Выше это называют супер. А? Что? Курятник не может многоэтажный, не знаю. В случае это получается, пока что это четвертое мнение. То есть, все, что курятник, то я раньше говорю, что я не знаю, почему так. Но как бы то ни было, давайте здесь сегодня остановимся. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...